Он должен быть щедрым, просто человечным, терпеливым, умным, быть намного сильнее женщины, с которой он вместе, не лгать. Мой избранник должен обладать прежде всего такими качествами, как доброта, ум, нежность, терпение, хорошее отношение к своей второй половинке, чувство юмора. Доброта и сила этому мужчине самое основное и чуть-чуть красивее обезьяны. Мужество, сила, внимательность, проявление заботы ко мне, к моим близким. Для мужчины табильное материальное положение дает ему уверенность. Я считаю, что мужчина все-таки добыча в семье. Я бы хотела, чтобы у меня был мужчина, который умел выражать свою любовь, с которым не страшно, очень тактичный, который всегда водит до конца. Который понимает меня, любит такой, какая я есть и не старается ничего переделать. Ну, он должен быть умный, он должен заботиться обо мне, любить меня, делать все для меня на свете, чтобы ему было лучше и мне так же. Мужчина должен понимать, чего хочет женщина. И если бы у меня был мужчина, я бы хотела, чтобы он мне дарил подарки, показывал свое внимание ко мне. Не стеснялся. Я считаю, что мужчина должен быть искренен, честен, образован, открыт. Обязательно должен обладать чувством юмора. Пусть он будет не красавец, он должен быть стройный, подтянутый, выбрит, подстрижен. Я, конечно, не могу понять вот эти сережки мужчин в ушах, тату. Но больше всего меня шокирует, как мужчины носят джинсы. Когда я вижу этот мужчина со спущенными штанами, я даже не могу понять, что он хочет делать и вообще, что он хочет сказать этим. Веселый. Обязательно мужчина, который имеет цель в жизни. Мужчина, который понимает, что он должен заботиться о своей семье и пытаться сделать свою семью счастливой. Они должны быть более внимательны к женщине. Когда мужчина звонит несколько раз и спрашивает, как ты, что ты, что ты делала, а что ты одела. Это не контроль, это забота, это внимание для меня. First of all, gentleman to the core. This is the man who would open the door for you and he would do it naturally. In manners, you would see class all the way. Like in little things, very caring, very considerate to others. And very trustworthy. Men with integrity. All these qualities combined. I wish they stayed more as a man and would make the first step. Because unfortunately, women sometimes, I see, they're starting pursuing men and they act like a man. I wish men would play their role and women would play their role, so they would be more like a knight who is trying to win the lady's heart. I wish they were a little more pursuing women. I want a person who would be honest and in tune with his feelings. He would be honest with himself and with me. He would be dedicated to his own growth. He would be passionate and open-minded, intelligent and very, very, very driven. He would be able to be able to support, empowerment, and energy to hold words. If he said, then he will do it. He should be mужеful. He is not going to say, that he is going to be a man. Because he has such a polygamous relationship. He used to be used to it from ancient times. He should be able to love her and love her. In the first of all, love her. He should be able to love her. девушку, в чем-то с ней соглашаться, в чем-то направлять ее, но при этом особо не напирать свои мнения. Я думаю, что мужская красота исходит изнутри, и это должна почувствовать сама девушка внутренне. Он должен быть сильным, ответственным прежде всего за свою вторую половину, и честным тоже так же. В последнее время женщины, они доминируют, скажем так, а мужчины слабоваты. Хотела бы, наоборот, чтобы мужчина был сильным. Щедростью, и чтобы уважение к нему были испытаны. Мужчина должен быть мужчиной, во-первых, чтобы с ним быть как за каменной стеной, чтобы чувствовать себя secure, safe, чувствовать себя женщиной. Он может быть нежным, он может быть хрупким, но все-таки должна быть ответственность и уметь руководить. Я бы хотела мужчину, у которого можно учиться, и который вы для меня авторитет. Мужчина Мужчина вühren Жил Продолжение следует... 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 Мужчина, наверное, должен быть очень ответственным, чтобы тоже мог заботиться о семье, о детях, о жене в первую очередь, любить ее. Мудрые, и чтобы они понимали женщину, чтобы они умели любить, а не использовать ее. Женщина вообще мудрое, тонкое создание по природе, и главенствующая роль во всем жизненном процессе ей принадлежит. Но мужчине нужно осознавать все равно свою мужскую роль. Хотя в наше время мужчины стали слабыми в основном, но мне нравятся мужчины сильные, которых не могут сломить обстоятельства жизненные, невзгоды. То есть он всегда мужчина. Мужчина в широком смысле слова, чтобы он не забывал об этом. Мужчина, наверное, у меня один совет. Быть повнимательнее к своим женщинам. Любая женщина это оценит, и все грешности, которые мужчины могут совершить, они будут сразу прощены. Мужчина должен женщине дарить подарки. Главное, чтобы он это делал почаще. Если мужчина хорошо знает женщину, то, конечно, он может ей сам выбрать подарки. Но я лично, мне кажется, все-таки сама бы хотела выбирать себе то, что мне больше нравится смотреть. Сильным, чтобы, знаешь, можно было опереться в прямом смысле на сильное мужское плечо, то есть чтобы уже почувствовать себя на самом деле женщиной, по-настоящему. Мне кажется, все-таки доброта и искренность. Я считаю, что мужчина должен быть мужественным, в первую очередь. И, конечно же, мужчина должен четко понимать, в чем его комплектное значение. И для меня очень важно отношение мужчины к женщине. Смелость, ум, ну, чтобы о нем можно было поговорить с ним, о чем-то. Он, наверное, должен боготворить женщину. Мужчина должен быть порядочным. То, что говорит, он обязательно должен выполнять доброта, юмор, интеллект, мужественность, храбрость. Умение делать женщину счастливой. Забота, понимание, любовь, прежде всего. Ума, понимание ситуации. И он должен быть тоже такой мужчина-загадкой. Потому что, если простой человек, то с ним неинтересно. А вот когда что-то недосказанное, какая-то есть, то это интересно. И с него разгадывать по своей национальности не имеет значения. Потому что люди, мы живем на одной планете, и мы все, в принципе, одинаковые. Я думаю, что мужчина должен быть honest на все времена. Желом, потому что никто не любит быть с собой с тем, как парень. Желом, потому что ненавидимы, потому что нет, чтобы быть с тем, как путь сломяется. И я думаю, что мужчина должен быть советом. Мен, чтобы работать, и чтобы поддержать женщину, лоб. И я думаю, что мужчины тоже могут делать то, что они достигают, с небольшим путь от женщин. Как они говорят, что каждый мужчина уверенна, есть мужчина уверенна рядом с мужчиной. Что женщина не мечтает о гармоничной отношениях и обадающей пасши? Each woman imagines the man she loves to be a hero, business-minded, kind, generous, tactful, responsible, and courageous. Like in the tango, the man is the leader, and the woman is the follower. A woman always demands new evidence of love. That's why she likes surprises. When a man leads her down, she doesn't know what step he will make. But she trusts him and fully relaxes following after him. So in life, if a man follows the laws of nature, he is right to lead a woman. If a woman feels her partner, it becomes a beautiful dance. Dancing together in unison, they become a whole, feeling fulfillment and harmony. и hue карт die в течение. П сд Για туристину, теперь мы слышим. Фору закон性. ты, ты, я, ты, 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 ты? Субтитры создавал DimaTorzok